Крестопоклонная неделя. Кланяемся к Кресту Христову. К Кресту Твоему поклоняемся, Владыку и Святое Воскресенье Твое славим. К Кресту Твоему поклоняемся, Владыку и Святое Воскресенье Твое славим. К Кресту Твоему поклоняемся, Владыку и Святое Воскресенье Твое славим. Иду в храм. Сегодня литургия прежде освященных даров. Сегодня еще день 40 мучеников севастийских за веру Христову пострадавших, замученных на Севастийском озере. Но не отступившись, не отступивши от Христа, стойко, мужественно, любя Христа, они не предали Его. Будем и мы молиться Господу и спасаться так. Слава Тебе, Господи, за все. Сегодня в храме раздают вот таких жаворонков. Пекут специально как символ нашей души, которая должна стремиться к Богу. Вот таких жаворонков сегодня дают специально. Пекут символ вечной нашего стремления к Богу. Спасибо, Господи, всех. Весна. Все становится теплее. Вот уже у Ясеня такие вот почки. Ой, пульки. Снег уже остается такой темный. Скоро он растает. Асфальт сухой уже. Сейчас плюс четыре у нас на улице. Здесь уже цветочки какие-то пробиваются. На этой клумбе всегда очень рано крутятся. Наверное, они уже начинают прорастать. Хорошая, но порастала. Такая целая лужайка уже. Тоже такая живописная полянка. Летом здесь всегда ромашки цветут. Сейчас вот растаяла уже. Все растает скоро. Хоть и грязно сейчас такая как раз пора, когда все это оттаивает. Но настроение все равно весеннее. Уже весна, уже тепло идет. Уже середина поста. Сегодня я причастилась. Так радостно, что... Ягодки остались. На колене немножко птички не съели. Пойдем сейчас в магазинчик. Такой жаворонок в храме нам дали. Будем как символ этот нашей души. Наша душа как птица должна стремиться к Господу. Спаси Господи. Великий пост продолжается. Мы продолжаем читать Библию. Сегодня с вами читаем 23 главу. Жизни Сариной было 127 лет. Вот ли та жизнь Сариной. И умерла Сара в Кириав-Арве, который на долине, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал, «Я у вас пришелец и поселенец. Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему, «Послушай нас, Господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения на нем умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу земли той сынам Хетовым и говорил им Аврааму и сказал, «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Сухарова, чтобы он отдал мне пещеру Мацпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас в собственность для погребения». Ефрон же сидел посреди сынов Хетова и отвечал Ефрон Хетиньянин Аврааму вслух сынов Хетов, всех входящих во врата города, его и сказал, «Нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле и пещеру, которое на нем даю тебе, предачами сынов народа моего, дарю тебе ее, похорони умершую твою». Авраам поклонился перед народом земли той и говорил Ефрону вслух всего народа земли той и сказал, «Если послушаешь и даю тебе за поле серебро, возьми у меня, я похороню там умершую мою». Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему, «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра, для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Авраам выслушал Ефроны и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых, 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов. И стало поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым, предачами сынов Хета, всех входящих во врата города его. После сего Авраам похоронил Сару жену свою в пещере поля Махпеле против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Так досталось Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем в собственность для погребения. Сегодня прочитали главу о том, что Саре было 127 лет, когда она умерла. Авраам плакал по ней, оплакивал. И так как он в этой земле был пришельцем, у него не было собственности, то он стал обращаться к тому народу, чтобы они дали ему и готов был заплатить за место, где бы мог похоронить свою жену Сару. Но люди, жившие там, видели, что Авраам, человек Божий, что Господь благоволит, его благословит. Поэтому они готовы были подарить ему любое место, где бы он захотел. И так, то место, которое выбрал себе Авраам для погребения жены, за символичную плату, за серебро он приобрел. И так у него появилась собственность в той земле, где он смог похоронить свою жену Сару. здесь мы видим, насколько люди, жившие вокруг, поняли, хотя сами не знали Бога, но потому, как Авраам вел себя по его жизни, они поняли, что Господь с ним, и они его уважали, и они рады были помочь ему, так и мы должны жить, чтобы видели другие рядом с нами люди, что мы живем с Богом, что мы слушаемся Господа, стараемся, пытаемся, не нарушаем заповеди, и тогда и нас будут уважать даже иноплеменники, которые даже не верят в Бога, в виде наши дела, в виде нашу жизнь, может быть, кто-то из них и тоже уверует, или будут с уважением относиться и к нам. Спасибо Господи всех! Такой замечательный жаворонок, что не хочется его даже разрушать, кушать. Спасибо Господи нас! Вот солнышко к обеду выглянуло. Такие лужицы. Весенние. Снежок тает. Мы приближаемся к Пасхе. продолжаем молиться, готовиться к главному празднику, к празднику праздников. всем всего доброго. Спасибо Господи.